Друзья мои, всем привет-привет, огромный привет с города Владивостока, из, ну назовем это так, столица, да, наверное, японских автомобилей. Итак, ребят, сегодня видео будет такое небольшое, покажу вам несколько автомобилей, а точнее покажу вам парочку отзывов, отзывов от наших клиентов, для которых мы привезли автомобили с аукционов Японии. Сравнение, да, сколько автомобиль стоит в Японии, если его привезти под заказ, именно под вас, не для перепродажи, и зайдем на дрон, посмотрим, сколько такие подобные автомобили стоят, стоят здесь у нас во Владивостоке. Ребят, те, кто за мной постоянно наблюдает, знают, что у меня есть второй YouTube канал, вот там проходит розыгрыш, как только набирается 10 тысяч подписчиков, сразу делается, организуется, разыгрывается подбор автомобиля под ключ бесплатно. Не важно, что вы приезжаете во Владивосток, что вы не приезжаете, для вас организуется бесплатно подбор автомобиля. Так вот, какие-то непонятные ситуации происходят у нас с YouTube, не знаю, как у вас, у меня он бывает подтупливает, плюс ходят какие-то слухи, соответственно, нужно развивать другие соцсети. Друзья, я активно развиваю Яндекс.Дзен, там уже порядка 5000 подписчиков, около того, развивается, господи, забыл, как он называется, развивается Телеграм-канал. Телеграм-канал не так активно, но, тем не менее, друзья мои, подписывайтесь на Телеграм-канал, подписывайтесь на Яндекс.Дзен, и задача у нас с вами упрощается, как только на Яндекс.Дзене будет 10 тысяч подписчиков, сразу делаем розыгрыш подбора автомобиля под ключ, либо с вами, либо без вас. Для счастливчика это будет совершенно-совершенно бесплатно. Вы должны быть подписаны на Яндекс.Дзен и на Телеграм-канал. Ссылочки на эти каналы будут под этим видео, под этим видео, в описании канала их не будет, просто ссылочки будут указаны под этим видео, ребят. Какие услуги мы предоставляем? Мы для вас можем привезти автомобиль с аукционов в Японии, да, это дешевле, тем более в ситуации, которая происходит сейчас, да, утильсбор, никто платить не хочет, если вы машины везете под себя, не для перепродажи, да, а для личного пользования, поверьте, это будет гораздо дешевле. Мы можем вам автомобиль найти, который уже привезен, находится в городе Владивостоке, да вообще, в принципе, во всем Приморском крае. Неважно, какой это автомобиль, пробежный, либо беспробежный, без разницы, поиск автомобиля под ключ. Мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Ребят, не дозвонились до меня? Пишите мне в WhatsApp, звоните мне в WhatsApp. Следующий момент. Вы хотите приобрести автомобиль, хотите сами поучаствовать в покупке автомобиля? Приезжайте в Владивосток, мы с вами встречаемся на авторынке, выбираем вам машину на авторынке. Посыпятся комментарии, дорого здесь, недорого. Друзья мои, есть люди, которым нужно здесь и сейчас. Вот услуга эта пользуется спросом. Машину ищем как для себя. Автомобиль не находится на рынке, ездим по городу, катаемся, без машины, отсюда вы не уедете. Подсказываем, рассказываем, помогаем, определяем, помогаем определиться с автомобилем. И также, находитесь вот дома, хотите приобрести автомобиль, не приезжая, который уже привезен сюда в Владивосток. Заходите, копируете ссылочку, отправляете мне в WhatsApp, для вас делается проверка автомобиля. В общем, более подробная информация в WhatsApp. Напоминаю, телефон указан под каждым видео и в описании канала. Но сейчас смотрим отзывы и делаем сравнение цен. Большой отзыв, отдаем автомобили. Приехал к нам Александр с Владимиром. Ребят, что скажете? Огромная благодарность Александру за то, что помог нам такие шикарные автомобили выбрать. По такой цене, нереальной, невероятной. Вот, за такое состояние. Ну мы цену озвучивать будем или нет? Это все сразу захотят, да? Да, то есть цена будет подарком для любого другого человека. Останется в секрете. Да, и состояние машин просто шикарное, идеальное, можно сказать, пробеги минимальные и просто космос. Ребят, ну что понимали, сначала мы купили одну машину, через какое-то время решили приобрести вторую машину. Сколько времени прошло с момента покупки машины до того, как машина появилась в Владивостоке у нас на стоянке? Ну, по первой машине, наверное, это было 5 недель. Вторая неделя за 3 недели. Просто она уже 3 недели от момента покупки, 3 недели она уже была здесь. Ну, ожидали как? Больше, меньше? Хотелось меньше, хотелось меньше. Но ожидать мы не любим. Но в итоге мы довольны этим сроком. 5 недель просто как бы, да, тоже очень хорошо. А 3 недели это вообще, ну, очень хорошо, очень хорошо. Отлично. То есть, одну машину планируете поставить на учет здесь? Да, автобуса уже. Или нет? Да, автобус поставим здесь, а вторую повезем так домой. И сколько вам ехать домой? 9500, наверное, примерно. Ну, поедем потихонечку, а дней за 9 доедем. Все, благодарю, ребят. Спасибо. Спасибо вам большое. Друзья, маленький отзыв от Евгения. Евгений, расскажите, пожалуйста, вкратце, сколько покупали машину? Ну, вообще, как происходил процесс? Всем привет. Машину покупали с начала июня, да? Да, где-то в начале июня. Начало июня выбирали, выбирали. В общем, Александр скидал варианты, переводы аукционников. То есть, то, что нравилось, на то и ставили. То, что нравилось, купили. А мы хотели сначала на климате брать машину или нет? Что-то вот по памяти не могу не вспомнить. Сначала на кондиционере выбирали. Ну, без климата. Ну, чуть-чуть бюджет повысили и купили с климатом. Какой год? 18-й год, 24 тысячи пробег. Так, стоимость 840. 840 тысяч рублей, да, без комиссии. Естественно, ребят, есть комиссия, оценка 3,5 балла. Так, ладно, я вам сейчас покажу, что с машиной происходит. Евгений приехал с семьей сам, хотят машину поставить на учет здесь. Да, поедем в Вологду. Ну, отлично, видите, 10 тысяч. Кто, кто рискнет? На танке. На танке ехать. Ну, на самом деле, знаете, танк, танк хороший. А танк хороший, оценка 3,5 балла, пробег 24 тысячи. Иногда, знаете, ну, вот стоит взять машину с оценкой чуть поменьше. Я сейчас покажу все костки. Она будет стоить дешевле, дешевле. А вот это то, что есть, кто-то устраняет, кто-то нет. Делается все это элементарно просто. Итак, значит, родной аукционный лист. Кстати, комплектация DGS, он на климате. Пробег 23 тысячи. Ну, визуально, что бросается в глаза? Это бампер. Вот это вот краска. Краска, это она оттирается. Ну, да, останутся вот пару каких-то скольчиков и небольшая, небольшая царапинка. Он пришел на литье. Резина у него, резина у него стоит 20-й год. Значит, размер у него идет. Ой, потерял размер, не могу. 175-60 на 15. Задняя часть автомобиля, опять же, бампер, да, и немножечко залезла на крыло. Чтобы понимали, такие автомобили сейчас стоят где-то от миллион, миллион сто и выше. И он идет, не говорит, советую, танк маленький. Хотя в нем... Что, она закрылась, да? Нет, почему? Что, не работает? Все работает. Вот, смотрите, танк маленький, да, но... Сколько, сколько, сколько сюда влезло. Спасибо. Кстати, реально неплохой вариант именно для семьи. Вот реально машинка вроде со стороны маленькая, салон. Привет, передай своим подписчикам в будущем. Да. Спасибо. Так, смотрите, он идет на кнопку, у него идут две двери, есть круиз-контроль, идет полный мультируль, и автомобиль идет на климат-контроле. И наушники есть. Такой вот автомобиль за 840 тысяч рублей. А теперь я хочу посмотреть, сколько такие, хочу вам показать, сколько такие автомобили стоят уже привезенные. Сайт drom.ru, выставляем параметры, пробег до 50 тысяч по всему Приморскому краю, и показать. Сейчас найдем такой же автомобиль. Есть, конечно, круче комплектация, 4,5 балла, 1,285 миллиона. Попытаемся найти вот такой же, с подобным пробегом, который в танке есть, ребят, у нас. Итак, 18-й год, GS-комплектация, стоимость автомобиля 1 миллион 200 тысяч рублей. Синий цвет, пробег 50 тысяч. Да, довольно хороший автомобиль, в отличном состоянии. Комплектация G, две электродвери, кнопка старт. Давайте посмотрим фотографии. Фотографию он. Такого вот плана автомобиль. Две двери, старт. Тоже полный. Руль, пожалуйста, статистика соляда. То есть, я больше чем уверен, что это честный автомобиль. 3,5 балла. 3,5 балла. Пробег 50 тысяч. Ну, стоимость автомобиля, видите, 1 миллион 200 тысяч рублей. Давайте посмотрим еще что-нибудь. Еще что-нибудь посмотрим. 19-й, 250-й, 950-й. Вот здесь 4 ВД, 18-й год, 950 тысяч. Тут уже, как бы, решайте сами, да. Ничего не выкладывается про автомобиль. Плохого, ничего говорить не буду. Так, кастом 1 миллион 200, пробег 36 тысяч. И вот, смотрите, есть золотой, золотой, прям как у нас, да. 19-й год, 1 миллион 120 тысяч. Пробег 49 тысяч на автомобиле. Оценка 4,5 балла, но он пустоватый. Выкладывают номер кузова, соответственно, я больше уверен, что по статистике все будет биться. Он без литья, без колпаков. Ну, колпаки, скорее всего, в автомобиле лежат. Так, 4,5 балла, золотой цвет. Сейчас посмотрим, что у него по комплектации. Идет сзади сонарчики, танк. Ага, у него идет одна кнопка. Кнопка старт. Мультируль у него идет пустой. Автомобиль идет без магнитофона и без климат-контроля. А в автомобиле идет также два ключа. Вот, можете, пожалуйста, посравнивать по ценам. То есть, есть разные категории людей. Кому-то нужно сейчас приехать на рынок купить. Люди, да, готовы переплачивать. Кто-то, кто-то готов сэкономить на автомобиле. Поэтому тут, друзья, решает уже, конечно же, каждый, каждый сам за себя. Ну, вот еще один. 2018 год, синий цвет, 4 балла. Пробег 11 тысяч на автомобиль. Тоже хороший пробег. 4 балла. Ну, есть два. Два окраса. По стоимости, сколько стоит этот автомобиль, видели. Кстати, он тоже идет без климат-контроля. Ну, для авторынка зеленый угол. Да, для автомобилей, которые уже сюда завезены. Это нормальная, адекватная цена. 1 миллион 55 тысяч рублей. 2 миллион 55 тысяч рублей.